пока по-моему тишина давай быстро рассказывать сколько стоило твое обучение моё обучение ничего не стоило потому что если ты получаешь первое образование любой комьюнити каллы ты можешь получить если ты если твой доход проходит но это никак с медики если вы должен получать 25 тысяч в год и жрать землю там доход у тебя может быть достаточно у нас было сколько по моему 1080 это типа техникум это типа средне специально это средне специально ну то есть то же самое сейчас например вот я получаю бакалавра это не бакалавра это не бакалавра сейчас я получаю бакалавра в принципе он мне не нужен но я лично хочу бакалавра потому что я хочу пойти в колледж преподавать ну вот как бы я не хочу на лекции читать а я хочу когда студенты ходят в больницу практику то есть там должен должен быть инструктор то есть я я вот хочу быть инструктором который в больнице почему ты хочешь быть инструктором денег или просто тебе нравится учительник я на самом деле даже не знаю сколько стоит ну сколько бы мне не платят да мне просто интересно учить и не то что отсеивать да то есть это некрасиво наверное сказать но часто люди туда идут потому что ой медсестры много получают знаешь типа там всего два года учиться типа медсестры много получают мы пойдем а потом когда они проходят практику они понимают что блин нифига себя оказывается они ну типа получают не просто потому что где-то может красивые картинки и ты представляешь себе эту работу вот так а на самом деле что там на самом деле именно ну что если ты идешь туда работать из-за денег кто этого это нет смысла почему надо туда ходить идти работать надо туда если ты реально как бы хочешь помогать хочешь спасать хочешь какой-то вклад в жизни людей принести можно сказать свой рабочий день из чего он складывается может быть что основное твое что ты делаешь то есть это больше может быть это бумажная работа или это там давление там мерить постоянно или там ты там кишки собираешь что основное твой кишки собирать моя любимая но основной все-таки больше из-за того что я работаю в emergency зависит от того где я нахожусь когда я прихожу да то есть мы работаем по 12 часов то есть если я работаю с 7 вечера до 7 утра то есть соответственно я должна быть на работе в 6 3 в 6 45 у нас начинается ходу ну типа по нашему пятиминутка так называемая и там мы узнаем какие наши роли вот на эти 12 часов типа кого в до этого привезли где какие там пациенты сейчас нет это больше то есть вот весь департмент да то есть есть медсестры которые находятся ну это называется труя что есть это где вот это первая медсестра которую ты видишь когда приходишь и ты рассказываешь что случилось вот она первая которая тебя принимает которая принимает решение насколько ты тяжелый не тяжелый насколько у тебя критическое состояние не критическое которое первое мере твои ну вот там давление пульс и все такое и она уже решает то есть ты идешь ждать или ты прямо сейчас должен увидеть доктора и это тебя могут поставить на эту руку да то есть любая медсестра может идти да но это как бы любая медсестра с опытом то есть и должен проработать ты должен проработать в emergency department как минимум год чтобы ты мог твоего решения зависит как долго человек будет ждать чтобы увидеть врача понятно а все остальные роли это те медсестры которые ну как бы у них пациенты уже в комнатах палатах грубо говоря то есть у тебя в идеале у тебя 3-4 пациента да то есть тебе дают просто номера комнат например там двадцать двадцать один двадцать семь да то есть на сегодня 12 часов вот это твои ком и туда могут попасть абсолютно любые пациенты то есть смотри получается схема такая вот в мерчем сиром приходит человек привозят еще как-то встречает первая медсестра потом когда срочно не срочно доходит там очередь либо умираешь тебя ведут в эту комнату там заходит уже другая медсестра она все медсестры одинаковые то есть у нас одинаковые образования нет я понимаю что все одинаковые я имею ввиду что как для состальные пациенты то есть как это да нас очень много вы мерзли нас очень много и это очень обычно запутанно так вот я пытаюсь разобраться короче там она потом это тебя заходит в комнату ты сидишь ждешь потом заходит другая она начинает обычно но заполнять какую-то информацию снова но никто ты что-то мне больше все болит или там что случилось как давно там если это боль то от 0 до 10 как больно там если это там боль в животе тошнит не тошнит диарея не диарея ну то есть такое да обычные вопросы и это все забиваешь компьютер это все в компьютере да да это я все забиваю в компьютер а потом соответственно идет и доктор смотрит этого пациента а доктор уже прочитаю то что ты напишешь ли он заново будет спрашивать доктор обычно читает всю информацию они то есть когда ты ходишь в один и тот же в одну и ту же систему госпиталей как в нашем понимании да там в ссср у нас была карточка то есть это все в компьютере то есть если ты хочешь в одну и ту же систему все доктора все там emergency visit и все это все видно компьютер соответственно доктор обычно перед тем как с тобой поговорить он обычно ника макс у нас интервью девочки мальчики угомонить я тебя заберу будешь я пожалуюсь в службу я тебя оттуда заберу я как раз место освободилось дома дверь открою мы просто рассмотрим болит живот да то есть соответственно обычно что я делаю то есть когда у человека болит живот я обычно даже без доктора я обычно начинаю капельницу и ну просто вставляю катетер я никакого лекарства не даю ничего я просто вставляю катетер беру кровь просто пульс и это давление а бывало то что ты зря вставила катетер а потом не надо было ничего делать ну да бывает я просто вытяжу я была недовольна конечно дурацкая кошка собаку не взяла с ними надо гулять я не хочу выпуск не привязываешься сильно было такое что плакала такие случаи тяжело переживала но если прям совсем недавно было да когда хочу понять что ты что-то что-то зашить очень такое прям родственники плачут вот я не могу прям я понимаю как бы когда никто не плачет то ты как-то это не так воспринимаешь а когда особенно это получается было что у него был ковид соответственно к нему никого не пускали и мы включали фейстайм ну типа как-то и вот тогда они все по фейстайму плачут потому что мы говорим что он умирает мы ничего не можем сделать и они вот это все по фейстайму плачут и мы вот это с доктором стоим как как из тукана и я не знаю что делать потому что как бы они вот на него смотрят как он умирает и мы такие с доктором только переглядываемся а он в сознании но он уже не очень был в сознании как бы и тем не менее вы сразу включаете зум ну потому что да они же должны на него последний раз посмотреть как бы при жизни типа фейстайм звонок это с ковидом было введено или это раньше не было это было введено с кабином потому что по правилам типа если ты ковид паза тебе нельзя никаких никаких посетителей да его привезли уже не в очень хорошем состоянии это еще из-за ковида или когда наложилось что-то еще он нет это скорее всего ну вот в принципе ему там было 78 лет то есть он в принципе был уже в возрасте и у него бы было там что-то и вот ковида то есть как бы следующий шаг был интубация но 95 процентов он бы не пережил интубацию ну то есть как бы мы бы его интубировали да поставили бы его на вентилятор но мы бы его никогда не сняли с этого вентилятора грубо говоря доктор звонил семье и разговаривал то есть как бы доктор обычно ведет все эти тяжелые разговоры да о том что мы не можем ничего сделать то есть как бы следующий шаг интубация но она в принципе не имеет смысл и родственники сказали да то есть не надо интубировать из-за того что у него уже достаточно низкий уровень кислорода соответственно он уже не очень в сознании но мы как бы ну не то что мы обязаны да позвонить родственникам и дать на него посмотреть пока он еще живой но ну это хотелось там по человечески ну да грубо как даже не по инструкции такого нет 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 инструкции такой нет тем более вы мёртвенцы как бы если в госпитале да то есть где-то где они там лежат и они обязаны там звонить семье и рассказывает там каждый день у нас такого нету потому что у нас и мёртвенцы но да чисто по-человечески потому что мы понимаем что он что мы не можем к нему никого пустить а вот такие ситуации когда вот родственники плачут и вот такое я не очень могу или дети дети когда умирают очень тяжело временем вырабатываешь ты не можешь это все переживать настолько на сколько обычно люди переживают потому что ну тогда не сможешь работать если это все переживать так как ты должен это переживать да как обычный человек это переживает то ты просто не сможешь работать ты просто вырабатываешь иммунитет наверно к этому и просто по-другому на это смотришь бывает чаще всего бывает например мы что-то делали человек все равно умер то есть ты все равно проматываешь может надо было что-то по-другому сделать что-то другое потому что мы принципе имеем такой же голос как и доктор то то есть когда такие ситуации когда ты реально спасаешь жизнь то доктор всегда нас слушает то есть он всегда спрашивает есть ли у вас какие-то идеи там 50 лет назад было так что у нас не было права голоса вообще по сравнению с доктором сейчас мы намного больше и можем и делать и говорить с доктором я говорю про про и мёртвенцы я не говорю просто я не знаю а в мёртвенцы да доктор конечно прислушивается и слушает нас намного ну как бы много по сексизму пройдемся медбратья они тоже шнёртвы так называются конечно да много есть какое-то соотношение все-таки женщины женщин больше да обычно доктора мужчины то есть мужчин больше докторов медиссер больше девушек не знаю почему я не знаю почему хотя медсёстры мужики тоже есть и как бы достаточно хорошие но я не знаю почему может быть потому что мужики идут в доктора больше не знаю почему ну просто им рожать не надо чё как на гинеколога у меня шестеро детей не у тебя шестеро детей у твоей жены шестеро детей ты говорю учился там в резидентатуре был в интернатуре говорю когда ты их там на рожал блин у меня мужик доктор ты ему так сказала ну да ну да мы разговаривали просто о том что я как раз же кристину родила когда была в мёртвенску и и он у меня потом спрашивал когда я родила и он говорит ну чего там когда третьего я говорю в смысле говорю я тут со школой говорю зашивают он говорит а у меня шестеро я говорю да конечно у тебя шестеро я жена дома а ты в школе учился ну чё хватит да сегодня? мне кажется там уже так долго будешь сидеть вот это резко боже ты что с животом вот так сидела? боже с какой так видишь как раз пока тишина надо говорить не говори хоть Сузанова переписывай пишите вопросы Ира ходит читает видео ходит читает? заходит читает так что все там вам ответят ну не прям все или прям сразу ну не сразу но все что прям все что знает всем спасибо мы будем продолжать наслаждаться 6 минуток окей пока пока пока